Многие из вас либо в школе, либо в интернете видели подобный химический вулкан. Однако, далеко не все из вас видели, что можно сделать дальше с продуктами этого вулкана. Об этом чуть позже, а пока горит этот вулкан, я немного расскажу про него. Оранжево-красный порошок – это аммоний двухромово-кислый. Также он называется дихромат аммония. Внешне очень похож на дихромат калия. Реакция, которую вы видите, – это самоподдерживаемая экзотермическая реакция разложения дихромата аммония, или вулкан Беттгера. Дихромат аммония – это вещество, которое не должно существовать в природе, так как в нем находится сильный окислитель, хром-6+, и сильный восстановитель, азот-3-. Своим существованием дихромат аммония наглядно демонстрирует существование энергетического барьера, который необходимо преодолеть, чтобы реакция началась. Энергетический барьер также называют энергией активации, то есть это та энергия, которую необходимо передать объекту, чтобы он изменил свое состояние. Когда мы нагреваем бихромат, то сообщаем энергию извне и помогаем преодолеть этот энергетический барьер. Как только мы преодолеваем этот барьер, то реакцию уже не остановить, так как она экзотермическая, то есть идет с выделением тепла, а значит сама себя поддерживает. Мы всего лишь ее немного подтолкнули. Как и обещал, пойдем дальше и сделаем огненную метель. В банку нальем 20 мл концентрированного аммиака и закроем ее, чтобы она полностью заполнилась парами аммиака. Затем возьмем продукты от вулкана, то есть оксид хрома, и нагреем его на газовой горелке. Когда оксид хрома раскалился до красна, то поместим его в банку и распылим его. Вот это красота! В банке происходит окисление аммиака кислородом воздуха на поверхности катализатора. В качестве катализатора выступает оксид хрома, то есть хром-2О3. Реакция записывается вот так. Как вы можете заметить, оксид хрома не участвует в самой реакции. Как и все соединения шестивалентного хрома, дихромат аммония является токсичной и канцерогенной солью. Вдыхание пыли приводит к онкологическим заболеваниям. Смертельная доза 2 грамма. Бихромат аммония достаточно широко применяется в пиротехнической, химической, лакокрасочной, металлообрабатывающей, кожевенной, фармацевтической, спичечной, керамической отраслях промышленности. Кроме этого он используется в сельском хозяйстве при протравливании семян. А теперь совместим реакции разложения бихромата аммония и окисления аммиака. Достаточно широкое применение вещества связано с тем, что оно является очень сильным окислителем и ядом. Чаще всего он применяется в демонстрационных целях из-за того, что даже при минимальном нагревании он бурно разлагается, с выделением в атмосферу азота и оксида хрома. После того, как частички оксида хрома погаснут, газ в банке станет буроватым. Это оксид азота-2 окисляется до оксида азота-4. Еще через некоторое время пространство внутри банки заполнится густым белым дымом, где оксид азота образует с водой азотную кислоту, которая дает с аммиаком белый дым нитрата аммония. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем пока!